Америка Добрый день, Толя Добрый день, Толя Если демократы и республиканцы полагают, что обсуждение такой проблемы может повредить их карьере, они считают за благо этой проблемы не касаться. И это подтвердят дебаты демократов, претендентов на номинацию кандидатов в президенты. Дебаты, вы знаете, будут сегодня и завтра в Майами. Сегодня начнутся в 9 часов по времени Восточного побережья. У вас час разницы, продлятся полтора часа, то же самое будет завтра. Я еще не слышал эти дебаты, понятно, да, но я предсказываю с 99% уверенности. Я предсказываю, проблема, которая должна волновать всех американцев, всех, вне зависимости от расы, вероисповедания, национальности, партийности, всех. Эта проблема ни сегодня, ни завтра обсуждаться не будет. Демократы будут говорить о надвигающейся климатической катастрофе, о необходимости избавиться от угля и нефти, об обязательном введении в стороне государственной системы здравоохранения и обязательном медицинском обслуживании нелегальных иммигрантов. Они будут говорить о расовом неравенстве, будут требовать бесплатное обучение в колледжах, будут говорить о необходимости изменить налоговое законодательство, чтобы богатенькие платили еще больше. И, дамы и господа, каждый участник дебатов, каждый, неоднократно скажет об опасности, которая грозит Соединенным Штатами и всему миру, если Дональд Трамп будет избран на второй срок. Но не сегодня, ни завтра, ни один из участников дебатов не заикнется об угрозе, нависшей над государственным пенсионным фондом Social Security. А это реальная угроза, не фейковая. В этом фонде окажется меньше денег, чем следует платить пенсионерам. Ежемесячные выплаты придется снизить как минимум на 20%, и это немедленно отразится на жизненном уровне миллионов, у которых нет другого, кроме федеральной пенсии, денежного источника. Вот что сообщил нам всем Вашингтонский научно-исследователь Центр бюджетных и политических приоритетов. Он так и называется, Center on Budget and Policy Priorities, Центр бюджетных и политических приоритетов. Центр сообщил, в 2017 году, два года назад, 9% пенсионеров жили ниже уровня бедности. 9%. Но если размер пенсии снизился бы на 20% в 2017 году, то ниже уровня бедности жили бы не 9%, а 39%. И я не сомневаюсь, дамы и господа, каждый здравомыслящий американец, каждый, кто знает, что может случиться с государственным пенсионным фондом, каждый должен быть и беспокоен. Но нам скажут, до 2034 года еще далеко целых полтора десятилетия. Вот что по этому поводу сказал в газете New York Times Роберт Райшауэр. Этот человек возглавлял бюджетный офис Конгресса и был в течение нескольких лет в числе попечителя пенсионного фонда. Он сказал, меры следует принимать до наступления кризиса. Чем дольше не будет решения, тем острее будет кризис. Решать проблему должен Конгресс. Должен. Обязан решать. Но волнует ли эта проблема законодателей, дамы и господа, я имею ввиду и демократов, и республиканцев? Именно поэтому ни один из 20 демократов, участников сегодняшних и завтрашних дебатов в Майами, даже не заикнется об угрозе пенсионному фонду. Кстати, президент Трамп ни в одном из своих выступлений ни разу не упомянул об угрозе. Разрешите предположить, до предстоящих в следующем году выборах ни Дональд Трамп, ни будущий кандидат демократической партии в президенты, ни один законодатель, которого ждут выборы, никто из них слова не скажет о том, что случится с пенсионным фондом, если не принять мер до наступления кризиса. Я повторил слова, сказанные господином Райшауэром. Сделать такой прогноз несложно, и вот почему. Проблемы пенсионного фонда это, мы называем их, третий рельс американской политики. В России бы сказали контактный рельс. Прикоснешься к такому рельсу и спустишь дух. Прикоснешься к проблеме пенсионного фонда и расстанешься с выборной должностью, будь то должность президента или сенатора или конгрессмена. Вопрос почему? Почему? Дамы и господа, я предлагаю сначала поговорить о причинах, которые угрожают государственному пенсионному фонду. Пенсионеров становится все больше и больше с каждым годом, точнее с каждым днем. Начиная со второго десятилетия нынешнего 21 века, армию пенсионеров пополняют ежедневно, ежедневно, примерно 10 тысяч бэби-буверов. Рост числа работающих не поспевает за ростом числа пенсионеров, а пенсионный фонд, мы с вами это прекрасно знаем, пополняют исключительно налоги, которые платят работающие и работодатели. Закон о социальном страховании Social Security Act был принят в 1935 году. В тот год, в 1935-м, на одного пенсионера приходилось полтора десятка работающих. Сегодня на одного пенсионера приходится два-три работающих. Несоответствие между числом пенсионеров и числом работающих – это главная угроза пенсионному фонду. Абсолютное большинство пенсионеров получают из фонда за годы пенсионерства в разы больше денег, чем внесли в этот фонд за годы своей работы. Меньше получит лишь тот, кто умер вскоре после выхода на пенсию. Я пенсионер, я уже получил больше, чем я внес. А средняя продолжительность жизни американцев выросла на более чем 10 лет с тех пор, как в 1935 году был принят закон о социальном страховании. Америка стареет. И достаточно взглянуть на двух участников нынешней президентской гонки Джо Байдена и Берни Сандерса, чтобы понять, что Америка стареет. Байдену в ноябре 2020 года в месяц выборов исполнится 78 лет. Сандерсу в день выборов уже будет 79. Самый пожилой в истории президент Соединенных Штатов Рональд Рейган покинул Белый дом после восьмилетнего правления, когда ему было лишь 77 лет. Разница между пенсионными выплатами и денежными поступлениями в фонд – это не новая проблема, дамы и господа. Но в первые четыре десятилетия эта проблема легко решалась Конгрессом. Например, в 1950 году законодатели решили увеличить налог в пенсионный фонд. Мы знаем, этот налог поровну делят работающие работодатели. Они увеличили такой налог с 2% до 3% в 1950 году. В 1954 увеличили до 4%. В 1957 до 4,5%. В 1959 до 5, в 1960 до 6% и так далее. Это были все поправки к закону о социальном страховании. И такие поправки Конгресс утверждал постоянно. Если были разногласия между демократами и республиканцами, эти разногласия легко решались. Ситуация стала меняться в 1964 году. 1964 был годом президентских выборов. И демократы обвинили кандидата республиканской партии Барри Голдоттера в намерении покончить с государственным пенсионным фондом. У сенатора Голдоттера такого намерения не было. Он лишь предлагал создать и частный пенсионный фонд. Он предлагал. Американцам следовало решить, в какой фонд вносить налог. В федеральный или в частный. И демократы тут же объявили. Создание частного фонда убьет государственный. И вот, начиная с 1964 года, демократы взяли себе за правило пугать избирателей республиканцами, будто бы врагами государственного пенсионного фонда. Тем не менее, до конца 70-х годов, законодатели той и другой партии, демократы и республиканцы, как-то договаривались к Конгрессе о внесении поправок в закон. И едва ли не каждые два года поправки вносились. Они позволяли сохранять баланс между выплатами пенсионерам и поступлениями денег в фонд. В конце 70-х годов доброму сотрудничеству демократов и республиканцев пришел конец. Демократы начали постоянно обвинять республиканцев не только в стремлении похоронить пенсионный фонд, но и вместе с ним похоронить существовавшие со второй половины 60-х годов медицинские программы «Медикер и Медикейт». 28 октября 1980 года, за неделю до президентских выборов, состоялись телевизионные дебаты между президентом-демократом Джимми Картером и кандидатом республиканской партии в президенты Рональдом Рейганом. Картер проигрывал сопернику во всех без исключения опросах. И вот в теледебатах, за неделю до выборов, он объявил миллионам телезрителей, «Рейган выступает против Медикера». Это была явная ложь. Рейган ему сказал, «Вы взялись снова за свое», то есть обвинил Картера во лжи. Вот что писал Рейган спустя много лет в своей автобиографии. Автобиография называлась так «Жизнь по-американски», «American Life». Процитирую президента. Аудитории понравились мои слова. И мне кажется, тот факт, что на телеэкране Картер немного напоминал овцу, еще более усилил эффект моих слов. Итак, Рейган победил на выборах. 20 января 1981 года он переступил порог Белого дома. И вот когда Рейган заступил на пост президента, над пенсионным фондом уже нависла угроза, которая напоминает сегодняшнюю. К этому времени о сотрудничестве демократов и республиканцев в решении проблем пенсионного фонда было покончено. Решение проблемы усложнялось тем, что в Белом доме был президент-республиканец. Его однопартийцам принадлежало большинство мандатов в Сенате, но палатой представителей управляли демократами. То есть ситуация в январе 1981 года была точно такая же, как сегодня. В Белом доме президент-республиканец, сенатом управляют республиканцы, палатой представителей управляют демократами. Но сегодня, сегодня спикер Нэнси Пелоси и президент Трамп отказываются от сотрудничества по любым вопросам. А в начале 80-х годов, когда пенсионному фонду грозила опасность, спикер типа Нилл и президент Рональд Рейган нашли общий язык. Дамы и господа, многие историки, журналисты анализируют президентство Рейгана, пишут биографии этого президента. И они отмечают, прежде всего, когда речь заходит об успехах президента, они отмечают роль Рейгана в победе в холодной войне над империей зла, так Рейган называл Советский Союз. Историки не забывают об экономическом выздоровлении страны после четырехлетнего правления Картера. Они не забывают о роли налоговой формы Рейгана в подъеме экономики. Но вот о том, что Рейган сыграл главную роль в спасении пенсионного фонда, упоминается мимоходом, как о чем-то второстепенном. Однако это будто бы второстепенное событие было, на мой взгляд, ныне пенсионера, одним из главных в президентстве Рейгана. После того, как 13 августа 1981 года Рейган подписал налоговый закон о восстановлении экономики. Закон назывался так – Economic Recovery Tax Act. Сразу же после этого он начал переговоры со спикером О'Ниллом о создании двухпартийной комиссии для решения проблемы пенсионного фонда. Спикер О'Нилл потерпел поражение в борьбе против налогового закона, потому что в контролируемой им палате представителей нашлось достаточное число конгрессменов-демократов, которые поддержали предложенный Рейганом закон. И О'Нилл, спикер О'Нилл, сделал правильный для себя вывод. Будешь перечить созданию комиссии – снова проиграешь. Спикер О'Нилл и лидер фракции республиканцев в Сенате Говард Бейкер назначили в комиссию своих однопартийцев. Возглавил же комиссию, она называлась так – Национальная комиссия по реформированию пенсионного фонда. Возглавил эту комиссию Алан Гринспен. Он был одним из самых уважаемых в стране экономистов. Спустя 6 лет, в 87-м году, Рейган поручил Гринспену возглавить Центральный банк. Гринспен не был ни демократом, ни республиканцем. Он был либертарианцем, как ваш покорный слуга. То есть был нейтральным в противостоянии двух партий. И вот возглавив комиссию, Гринспен ни на секунду не сомневался – решения, которые предстоит принять, будут непопулярны у большинства американцев вне зависимости от их партийности. Он это предполагал, и он не ошибся, он не мог ошибиться. Принятые комиссии поправки к закону о социальном страховании были революционными. В частности, был повышен с 65 лет до 67 пенсионный возраст. Был увеличен взимаемость с работающих работодателей налог в пенсионный фонд. Было решено увеличивать ежегодно сумму, с которой взимается налог. Вот что сказал Рейган 10 апреля 1983 года на церемонии подписания закона. Цитирую президента. Этот закон доказывает нерушимое обязательство нашей страны социальному страхованию. За Рейганом выступал спикер Томас Анил. Вот что он сказал. Счастливый день для всей Америки. С тех пор на протяжении 36 лет не было внесено никаких поправок к закону о социальном страховании. Если бы какой-либо республиканец заикнулся об этом, его тут же бы обвинили демократы в войне против пенсионеров. Ну а о пенсионерах мы знаем самая активная группа избирателей. Если бы о реформе пенсионного фонда заикнулся демократ, он был бы немедленно обвинен республиканцами в войне против работающих. В войне против среднего класса. С конца 70-х годов проблема пенсионного фонда, повторю еще раз, это третий рельс американской демократики. Перед каждыми президентскими выборами демократы предупреждают избирателей. Победа республиканцев означает удар по социальным программам. Окей, не только по социал секьюрити, по медикеру, по медикейту, по восьмой программе, по всему, по футстэмпам. Победит президентом, станет республиканец, всем людям, зависящим от социальных программ, будет плохо. И ни один из 20 демократов, претендентов на пост президента, которых мы будем слушать сегодня и завтра, пока не обмолвились об угрозе финансовой стабильности пенсионному фонду и не обмолвятся ни сегодня, ни завтра в Майами. Не обмолваться и впредь. Не обмолвится, конечно, и президент Трамп. До предстоящих в следующем году выборов вопрос о спасении пенсионного фонда обсуждаться не будет. Будет ли обсуждаться этот вопрос после выборов? Я не берусь загадывать, дамы и господа, и вот почему. Президенты измеряют свою политическую жизнь восьмью годами. Сенаторы шестью. Конгрессмены двумя, поскольку конгрессменов ждут перевыборы каждые два года. До кризиса, до 2304 года, полтора десятилетия. Слуги народа, ни президент, ни сенаторы, ни конгрессмены, на 15 лет вперед не загадывают. Но уже сегодня есть конкретные предложения, как не допустить кризис. Их много. Вот лишь некоторые. Я перечислю некоторые предложения. Ныне, ныне, каждый платит в пенсионный фонд налог с годового заработка не более 127 тысяч 200 долларов. Каждый заработанный доллар сверх этой суммы сверх 127 тысяч 200 долларов. Налогом не облагается. Вопрос. А что если поднять потолок до 150 тысяч? Или до 500 тысяч? Или до 750? А почему бы каждому, кто заработал миллион, не вносить в пенсионный фонд налог со всего заработком? Ныне работающий вносит 6,2% заработка в пенсионный фонд, столько же вносит работодатель. Есть предложение увеличить налог до 7,6%. Ныне можно уйти на раннюю пенсию в 62 года, как ушла, например, моя жена в 62 года. Предлагается поднять возраст до 64 лет. Также предлагается уменьшить пенсионные выплаты от 3 до 5%. Каждому будущему пенсионеру будущему, не нынешнему будущему, Каждому пенсионеру с месячным доходом более 4 тысяч долларов. Получаешь в месяц больше 4 тысяч долларов, кроме пенсии, Можешь получать пенсию на 3-5% меньше. Это только часть предложений. Предложений много. И все они, как и названные мной, Будут встречены в штыки большинством американцев. Нет ни одного предложения, которое было бы популярно у каждого американца. Но когда возглавляемая Алланом Гринспоном комиссия Обсуждала меры по спасению пенсионного фонда, Также не было ни одного предложения, которое одобрял бы каждый. Но в то время, дамы и господа, Президентом был Рональд Рейган. Спикером Палаты представителей был Тип Анил. Сегодня, завтра и послезавтра Рональда Рейгана в Белом доме не будет. Ну а спикер Палаты представителей у нас сегодня Нэнси Пелосин. На этом я заканчиваю, дамы и господа, монолог. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте нашу волну. Я волну вернусь к вам через несколько минут. Уважаемые дамы и господа, Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Алексей, у нас уже есть звонок, если вы позволите. Позволяю. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Господин Орлов, вот такой вопрос по поводу пенсионного фонда. Вы правильно сказали, что американцы в основном будут против любого предложения, и никто не хочет платить, все хотят получать. И вот в связи с этим вы изучали наверняка вопрос. Не возникало ни такого предложения. Сейчас из пенсионного фонда деньги получают те, кто отработали 40 кварталов. А нельзя поднять это с 40 кварталов, допустим, до 60 кварталов. То есть отсекается огромное количество нелегалов там и других, которые приехали, там поработали и получают деньги из пенсионного фонда. Пусть пашут, а как американцы пашут, по 20-30 лет. Вот такой вопрос не возникал. Поднять с 40 кварталов до 60, например, и 70 кварталов. 70 кварталов отработал, получая. А не отработал. Твой вопрос. Ответьте, пожалуйста, будьте любезны. — Окей, вопрос прекрасный. Но я должен признаться, я не знаю всех предложений, которые существуют. Их масса. Я вам перечислил несколько, их гораздо, гораздо, гораздо больше. Вполне может быть, вполне может быть, что есть и такое предложение, то, что вы предлагаете. На моей памяти, на моей памяти, работая в Соединенных Штатах, я работал очень много лет и нормально заработал в Social Security. Нормально. Значит, были люди, которые достигали пенсионного возраста, но работали меньше, чем получить пенсию в Social Security. Эти люди получали пенсию, которую, например, получала моя мама, когда она приехала в Соединенные Штаты. Это не Social Security, а SSI. То есть это как бы для бедняков пенсии. Если они, две или три женщины у нас работали в редакции, работал в Новоросском слове, они ушли на пенсию, исполнилось по 65, по 66, по-моему, лет. И они были вынуждены уйти на SSI, а потому что они на Social Security не заработали. Таким образом, ваше предложение, если оно будет принято, и с моей точки зрения, вполне нормальное предложение, если оно будет принято, если человек достиг пенсионного возраста, но не заработал еще на Social Security, то он, значит, может получать по бедности SSI. Ваше предложение, на мой взгляд, достойно рассмотрения. И, конечно, вы совершенно правы, не найдется ни одного человека, который будет одобрять все предложения. Это совершенно исключено. Спасибо большое за вопрос. У меня есть еще, как минимум, два. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Это, конечно, проблема архиважная, архисложная и загнанная в тупик, прежде всего, демократами. То, что вы как бы уравниваете демократов и республиканцев, это в корень неверно. Например, для того, чтобы существовали все эти социальные программы, нужна хорошая экономика. При Обаме 13 или 14 миллионов работающих middle class превратились, потеряли работу и превратились в получателей пособий. А бюджет все тот же самый. При нашем президенте Дональде Трампе 10 миллионов из них вернулись, потому что экономика у нас расцвела. Теперь, значит, есть такой локбакс. И вначале вот эта программа была как бы закрытая. Что сделали демократы? Они открыли этот локбакс и тратили эти деньги, которые мы отчисляли работающие текспееры в этот бакс. Они открыли его и потратили его на всякие эти программы, которые называются свинячьи программы, так называемые. И после этого, конечно, республиканцы тоже залезали в этот локбакс, надо сказать. Но не так нагло и не так часто, и просто они вынуждены были. Потому что, чтобы соревноваться на выборах с демократами, то приходится им в какой-то степени брать некоторые тактики и у демократов тоже. Теперь сейчас нелегалы. Все эти нелегалы, они тоже снабжаются из того же бюджета. Бюджета не хватает. И поэтому не хватает денег на эту программу в частности. Поэтому сравнивать демократов и республиканцев невозможно. Кстати, Дональд Транс занимается этой проблемой. Другое дело, что об этом не говорят и не будут говорить. Потому что все делается для того, чтобы его скинуть с президентства. Кстати, сказать, вот вы говорите, что президент Трамп не хочет работать с Нэнси Пелоси. Они все сделали Нэнси Пелоси с Чаком Шумером и всей этой мафией демократической для того, чтобы он отказался. Потому что они приходят, специально его провоцируют, чтобы применить вот эту вот 14-ю поправку и сказать, что он невменяемый или еще что-то такое. Поэтому он совершенно правильно делает. Это 25-я поправка. Спасибо. Алексей, у нас есть еще один звонок. Хотите принять или хотите... Нет, я не хочу отвечать. Пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, раньше, когда еще до Бэби Буммера, еще, по-моему, до войны даже, Великой Отечественной, на одного пенсионера... Какой войны? На одного пенсионера приходилось четыре работающих человека. Таким образом, СОЗА-секюрити был не только богатый, а очень богатый. Куда делись эти деньги? Окей. Значит, мне понравилось, прежде всего, ваше напоминание, что до Великой Отечественной войны... Я не знаю, в какой стране вы живете. Мы живем в стране, где была Вторая мировая война, а так называемая Великая Отечественная война началась после заключения мирного договора между Сталином и Гитлером. Подождите, я отмечу. Значит, когда был принят этот закон, в 35-м году. Выплаты начались в 37-м. На одного работающего приходилось больше... на одного работающего... пенсионера приходилось больше десяти работающих. Что значит, куда делись деньги из этого фонда? В то время фонд... фонд... во-первых, платили работающие всего 2%, мы сегодня платим 6,2%. И в то время не облагалась налогом сумма годового заработка, более 5000 долларов. То есть все время это меняется. Вы не можете сравнивать поступление денежный фонд в конце 30-х годов с поступлениями в денежный фонд сегодня. Это совершенно несравнимо. Спасибо за вопрос. Следующий, пожалуйста. Спасибо, Алексей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Слушайте, а сколько получают государственные служащие, включая Конгресс, Сенат? Какую пенсию они получают? Окей, вопрос прекрасный. Значит, государственные служащие, помимо пенсии Social Security, получают еще и государственную пенсию. Кстати, кроме Social Security получают пенсию, во-первых, все учителя всюду, во всей стране. Получают все пожарные, кроме Social Security. Получают все полицейские, кроме Social Security. То есть у работников городских, штатных, федеральных, у них есть еще и, скажем так, городской, штатные, федеральные пенсионные фонды свои. То есть эти люди, выходя на пенсию, практически получают как минимум две пенсии, Social Security и пенсию, которую они получали, потому что они работали, повторю, либо учителем, либо полицейским, либо пожарным, либо федеральным работниками, я не знаю, там, в Госдепартаменте, где угодно. То есть очень многие американцы получают две пенсии, не только пенсию Social Security. Естественно, их жизнь гораздо более веселее, чем у людей, которые получают только одну Social Security. Более того, дамы и господа, каждый из нас, каждый работающий имеет право на создание личного фонда, 4-1-K. Многие, естественно, люди, которые работают в правительстве, учителя, кто угодно, они создают еще и свой частный пенсионный фонд. Таким образом, выходя на пенсию, они имеют Social Security, государственный, скажем так, или штатный, городской фонд, плюс 4-1-K. Ваш покорный слуга, который никогда не работал на правительство, то я имею Social Security, и у меня еще есть личный пенсионный фонд 4-1-K. Значит, абсолютное большинство здравомыслящих американцев, я подчеркиваю, здравомыслящих, когда они приступают к работе, в любом возрасте, в любом возрасте, они создают и свой частный пенсионный фонд 4-1-K, потому что вы можете заработка отчислять в такой фонд 10%, 10% от заработка. И эти 10%, которые вы отчисляете, не обкладываются налогом, не обкладываются. Они обкладываются налогом только после того, как вы начинаете получать деньги из своего фонда 4-1-K. К примеру, я создал такой фонд 4-1-K, ну, я не знаю, на 6-7 год работы в Соединенных Штатах. 10% платил заработка. Но сегодня, когда я ежемесячно получаю из этого фонда деньги, то подводя итоги налоговую, когда заполняю налоговую декларацию, мне следует платить налог с этого фонда. Так что, очень многие американцы получают три пенсии, social security, пенсию, которую они заработали, будучи, не знаю, штатным, городским, федеральным работником, плюс у них есть частный фонд 4-1-K. Вот и все. Спасибо, Алексей. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу ответить на вопрос этого товарища, куда деваются деньги. Уже в прошлом году я получала письмо, не помню название этой организации, которая занимается именно этим вопросом, сохранить пенсии людям. Так вот, в начале еще этих писем шла речь вот о чем. Обама и Хиллари, не имея права трогать этот фонд, истратили из него 47%. Окей, окей, а что за организация вам это написала? Скажите мне, пожалуйста. Вы знаете, вот не могу сейчас вспомнить название, они все время присылают письма об этом. Они борются за сохранение этого фонда. Я перебью вас. Я перебью вас. Когда я получаю пропагандистские послания любой партии, демократической, республиканской, я даже конверт не открываю. Что значит, Обама и Хиллари стратили из фонда 47%? Знаешь, что такое 47% из фонда? Это триллионы долларов. Значит, вы верите людям, которые занимаются пропагандой. Будет, видимо, антипропагандой против демократической партии. Я не верю никакой пропаганде. Есть факты. Окей, спасибо большое за выступление. Не верьте тому, что вы получаете эти бумажки. Следуйте, пожалуйста. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела дополнить то, что вы перечислили вот этот список людей, которые разных категорий общества, которые получают дополнительные пенсии. Все это государственные служащие, в том числе то, что вы сказали, учителя, профессора и так далее. Профессорами государственные служащие. Они государственные служащие, только если они работают в университетах, которые принадлежат штатам. Если они работают в частых университетах, они не государственные служащие. А кто они? Не все, конечно, не все. А кто они? не все, но очень многие государственные институты и так далее. Толя, я прекрасно понимаю, что эта женщина абсолютно настроена анти-против демократов. Как и я, кстати. Но я, когда говорю что-то против демократов и против республикатов, я оперирую фактами. Если женщина считает профессора государственные служащие и профессора государственные служащие, я бы ей слова не предоставлял, потому что это полная химия. Следующий, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Не дождался радиослушатель. Ну, сейчас перезвонит, я больше чем уверен. Ну да, я... Что я могу сказать? Есть люди, которые, ну, сами понимаете, слишком рьяно относятся... Любой человек, любой человек, нормальный, должен опираться на факты. Не партийную пропаганду, будь то пропаганда республиканской партии, демократической, коммунистической, не знаю какой. Любая партийная пропаганда – это пакость. Я человек, живший в Советском Союзе, я против любой партийной пропаганды. Она меня не интересует. И меня удивляет, что люди, живущие в Соединенных Штатах, имеющие доступ к газетам, к телевидению, к радио, к книгам, к чему угодно, к журналам, пользуются в своих, излагая свои взгляды, партийной пропагандой. Ну, я вам скажу, я очень вам благодарен именно за вот то, что вы сейчас сказали. Почему? Потому что я вот в своих программах я всегда призываю говорить так. Либо это ваше личное мнение. Ну, и тогда вы можете говорить все, что вы хотите, это является вашим мнением. Но, если вы говорите, пытаетесь спорить, нужно оперировать только фактами. Только. Ну, некоторые люди это понимают. Многие люди берут желаемое за действительное. Вот у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Вы перечислили людей, которые получают по два, по две пенсии. А вот как военные, профессиональные, те, которые по контракту четыре там года, офицеры, они как получают? Тоже это государственные служащие? Ну, конечно, они получают потом военную пенсию. Совершенно естественно. Военные являются государственными служащими, частью государственной машины. Конечно. Они государственная пенсия. Да. Но я вам скажу, вот этот разговор про там две пенсии, в смысле, три пенсии, четыре пенсии и так далее, мне напомнил хороший анекдот, когда мужчина взял женщину в ресторан, она заказала еду, вот она кушает, так с таким вкусом, и вдруг она закашлялась, и говорит мужчине, простите, не в то горло попало. Он на нее посмотрел, говорит, не понял, вы что, в два горла жрете, что ли, так что, ну вот, но люди этого не понимают, люди не понимают, что такое вторая пенсия, третья пенсия, ну, Доля, ну это просто понять, значит, у меня масса знакомых и людей, из эмигрантов, которые работали учителями и которые уже, ну, вышли на пенсию, так сказать, у них совершенно прекрасно получают некоторые две пенсии, то есть на social security, и пенсия заработана учителем, у меня есть очень хорошая знакомая, жена моего друга еще с питерских времен, у которой кроме этого 4-1-K, причем ее муж адвокат, она получает в месяц все ее пенсионные дела, со всеми пенсиями, не меньше, чем зарабатывает, так что иметь, жить в Соединенных Штатах и иметь три пенсии, social security, частную 4-1-K и пенсию, которую вы заработали, будучи там учителем, не знаю, там государственным, скажем, или штатным городским работником, это совершенно прекрасно. Ну, я вам скажу, это часть проблемы штата Иллиной, потому что здесь пенсии учителей и городских служащих, вернее, государственных служащих, ну, просто, будем говорить так, обанкротили фактически наш штат. Толя, это не только штата Иллиной, это страшная проблема штата, из которого я уехал в Северную Каролину, проблема штата Нью-Джерси, этот штат, ну, я не могу сказать, я по радио выступаю, он сидит в глубокой, в поле, простите, в клаке, потому что у них просто в бюджете нет денег для выплат учителей и штатным работникам, но это они сами виноваты, между прочим, так сказать, вот штат Северная Каролина, где я живу, у него такой проблемы нет, потому что этим штатом, в общем-то, очень часто командуют республиканцы, штаты, которыми, как правило, работают демократов, они в глубокой, простите, да, да, в клаке, абсолютно, в клаке, да, абсолютно, согласен с вами, я вам скажу, действительно, Калифорния, Нью-Йорк, Иллиной, Нью-Джерси, это, это действительно, Калифорния стоит отдельно, потому что Калифорния, благодаря тому, что там громадные, вот эти техкомпании находятся в Калифорнии, благодаря тому, что у них есть Голливуд и многое такое, бюджет Калифорнии с плюсом, с плюсом, благодаря этому, поэтому Калифорния может позволить себе, во всяком случае, сегодня шоковать, но штат Нью-Джерси и штат Иллинойс уже этого не могут себе позволить. Да, к сожалению, так, давайте примем звонок, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу добавить немножко к сообщению Орлова о том, что вторые пенсии получают там государственные служащие, учителя и так далее. Я не учитель, не государственные служащие, работал в частной компании, проработал там 25 лет, и получаю социал секьюрити и пенсию от этой компании. Конечно, вы совершенно, молодец, вы совершенно правы. Еще я хочу добавить, моя хорошая знакомая, работала в Южи, несколько недель тому назад прозвучала информация, думаю, что это не пропаганда, о том, что в Иллинойсе на грани банкротства пенсионные деньги. Причина в том, что деятели говермента Иллинойса переправили эти деньги на какие-то другие нужды бюджета, и сейчас не могут его восполнить. Может быть, это причина и социал секьюрити тоже? Это причина не социал секьюрити, это причина демократии. Вы совершенно правы. Спасибо, что вы позвонили. Крупные компании, крупные компании, они для своих работников создают и свои фонды. У меня есть знакомая женщина, она живет в штате Нью-Джерси, которая работала 20 или 30 лет в ЮПС. Она вышла на пенсию, пенсия, которую она получает от этой компании, превышает все, что только можно. Люди, которые проработали в этой компании 20, 25, 30 лет, они говорят, что они в пенсионный возраст снижаются на золотом парашюте. Так что пенсии в частных компаниях безусловно существуют. У многих компаний. Большое спасибо за дополнение к моему рассказу. Да, кстати, насчет пенсии в больших компаниях, потому что, то есть, эта пенсия существует за счет того, что это компании, которые действительно не разбазаривают пенсионный фонд, а они его приумножают. И поэтому процветают пенсионные фонды частных компаний. Но ни в коем случае не штатов, управляемых демократами. Вот я так думаю. Сейчас у нас есть еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я помню, что лет 15-20 назад наш конгресс рассматривал опыт чилийских сенаторов которые применили успешно во время еще Пиночета вот этого фонда пенсионный. И они как-то пытались это осуществить, но не знаю, получилось, но ни хли нет. Вы скажите, пожалуйста, если узнаете что-нибудь об этом. Очень хороший пример. Очень хороший пример. Фонд, который был создан при Пиночете, дамы и господа, как его только не называли и не называют и в нашей стране, в Америке, как его только не называют. Это было возрождение экономики. Если бы к власти пришли социалисты и коммунисты, бог знает, что бы было в Чили, Пиночет спас страну. Так вот, в его годы был создан пенсионный фонд типа Social Security. Но этот фонд работает совершенно иначе, чем в Соединенных Штатах. Потому что в Соединенных Штатах наши слуги народа время от времени, иногда часто, считают возможным брать из этого фонда деньги для покрывания каких-то дыр в бюджете. Другое дело, что они потом опять-таки из бюджета возвращают деньги в фонд, но время от времени берут. В Чили это совершенно исключено. Есть пенсионный фонд и деньги, которые в нем находятся, нельзя тратить ни на что другое, кроме как на выплаты пенсионерам. Совершенно прекрасный пример вы сказали с Пиночетом. Прекрасный. Алексей, спасибо огромное за ответы. У нас есть ровно минутка вашему заключительному слову и попрощаться с нашими... Окей, дамы и господа, через неделю мы будем с вами говорить о Джо Байдене. Поэтому сегодня я дебаты в Майами служить не буду. По многим причинам, прежде всего, по двум причинам, прежде всего, не будет Байдена. Вторая причина ровно в 9 часов по нашему времени у вас час разницы. Начинается футбольный матч между Соединенными Штатами и Панамой. Он будет длиться два часа, дебаты полтора часа. Завтра я дебаты буду смотреть только потому, что в них участвует Байден. И о Байдене у нас с вами пойдет речь ровно через неделю. Я прощаюсь с вами, дамы и господа. Всего хорошего и будьте. Будьте здоровы. Спасибо вам огромное, Алексей. Вы также. Будьте здоровы. Услышимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok